Здарова, братиш! Хэллоуин в самом разгаре! В Wargaming выпускают новый набор Сладость или гадость? Новый хэллоуинский 2D стиль Тыквы не то, чем кажется Эксклюзивную декаль гости Приехали и медаль «Время тык» Премиум аккаунт, 5 задач на x5 опыта 10 ключей для режима «Мирная надежда» А также 2 награды на выбор Мой любимчик «Лентин Си» И огромный «Ляса Пет» Прем-танки седьмого уровня АМХ-1357 и СУ-122-44 Доп-пайок или 5 задач на x5 опыта Более подробно о пакетах Прайм на моем сайте НЕРЮ.Г в описании Или первым закрепленном комментарии Приятного просмотра Хоба! Приветствую всех подписчиков и новые зрители Вы на канале НЕРЮ Сегодня я хотел бы поднять достаточно острую и важную тему Для моих зрителей и подписчиков Которые постоянно мне задают один и тот же вопрос В связи с тем, что в ближайшее время Закончится последний сезон боевого пропуска В этом году и начнется новогоднее наступление Со всеми всякими вот этими коробками Подарками, нарядами на елочку И всякой другой мишурой Поэтому у многих зрителей возникает вопрос А что же взять за жетоны Боевого пропуска Какой танк купить из 5 ныне доступных Какая машина будет являться Самой интересной И на какой будет играться Скажем так, менее болезненно И более приятно Поэтому сегодня я хотел бы открыть Данную серию видеороликов Американским тяжелым танком 9 уровня AE Phase 1 В одном из предыдущих своих видеороликов Я рассказывал о шарфутюре Но не в рамках данной серии видосов Скорее я просто так рассказывал о том Что шарфутюр является вообще в принципе Моим фаворитом Среди всех вот этих вот 5 танков Поскольку я люблю быстрых барабанщиков И умею позиционировать их на карте Для того, чтобы настреливать урон AE Phase 1 Это аналог М103 Только с бронированной башней С более бронированной башней С менее скорострельной и точной пушкой Однако у которого есть круче стабилизация И больше универсальности Для того, чтобы настреливать урон Если рассматривать вообще в принципе Этот танк через призму времени То после ввода оборудования 2.0 А также полевой модернизации Которую я рекомендую раскачивать Именно таким образом И брать слот под категорию оборудования Под мобильность AE Phase 1 Стал еще более универсальным Потому что у него увеличилась его максимальная скорость вперед У него есть возможность быстро ее разгонять Ввиду того, что хорошая удельная мощность двигателя 39 км в час вперед 14 назад Если у вас еще установлен слот под категорию оборудования Там, например, под турбач, то вы вообще 40 будете ездить вперед И 17 задом Если еще у вас полевая модернизация хорошо прокачена Итогово набор оборудования на этот танк Именно такое рекомендую делать Для того, чтобы вы успевали настреливать урон Не только в позиционках Но еще если это происходит Какие-нибудь турбосливы Или вам нужно будет переехать на фланг К средним танкам Касательно орудия этого танка Здесь у нас все очень даже приятно Единственное, что может вас, скажем так, ввести в некий ступор Это точность 0.38 разброс на 100 метров Но сейчас эта точность Это всего лишь формальность Потому что точность эту можно улучшить Благодаря трофейному прицелу Поставить там вместо стабилизатора Или вместо какого-нибудь там турбонагнетателя Либо же через полевую модернизацию Немножко апнуть ее Но главное, что у этого танка есть отличное пробитие Бронебойным снарядом 258 мм 400 альфа с выстрела 340 кумулятив Который позволяет вам пробивать вообще все, что угодно в этой игре И особо даже не думать Достаточно долгое время сведения Но у нас отличная стабилизация Поэтому фактор времени сведения здесь не такой сильно важный У этого танка также есть отличная еще живучесть 1800 хп Казалось бы, в плане отличной живучесть не очков прочности А скорее в плане своей брони У танка просто супер классная вот эта вот оваловидная, пельменевидная башня У которой лючок мега бронированный по 250 мм под разными углами Однако с голды пробиваемся мы в маску орудия А также слева и справа в щечки Но это если противник хорошо выцелит У танка отличный верхний бронелист Отличная бортовая броня Однако слабые катки То есть передние и задние катки очень слабые Из-за этого рекомендуется конечно ставить еще закалку Можно попробовать будет Поиграть с набором оборудования без стабилизации Но это мы сделаем во втором бою Также нижний бронелист тоже достаточно бронированный Из-за чего всякие танки 8 и 7 уровня У которых пробитие там 200 мм Или даже 220 мм и ниже Они вас просто в НЛД даже не пробивают Из-за чего вы становитесь прям невероятно сильным против этих машин У танка 390 стоковый обзор Который можно в принципе неплохо таки апнуть до 440 Все зависит от того как вам нравится играть Я же люблю сейчас ставить на большинство танков турбонагнетатель Для того чтобы их делать максимально более активными И вовлеченными в игровой процесс на любой стадии боя Например вам нужно на тяжелом танке переехать на какое-нибудь другое направление Бах вы это можете сделать благодаря тому что у вас скорость выше чем у своих аналогов Итак давайте я не буду голословным Покажу вам то как играется этот танк в прямом эфире в лайф режиме Буду рассказывать и сравнивать его с другими машинами за боевой пропуск И покажу вообще на что он способен Первый бой попадаем на карту линия маннергейма Играть мы здесь будем естественно против большинства танков 9 уровня Их у нас здесь 9 штук 6 танков у нас 8 уровня Короче говоря бой прям вот такой с одноклассниками Что называется Чем AE Phase 1 отличается концептуально от других танков Которые у нас есть за боевой пропуск Тем что у AE Phase 1 есть хорошие УВНы Хорошая бронированная башня Он может играть вот угло вертикальной наводки И он сильный в позиционке Например более сильный чем тот же самый объект 777 Вариант 2 не касаемый его бортов То есть если да надо оттанковать от бортины 777 будет получше Но если мы говорим о перестрелке просто в лоб в лоб И по ходу боя То скорее фаза будет покруче Ввиду того что А кстати здесь даже 2 десятки 3 десятки есть Я даже этого не заметил С самого начала подумал MXM4 51 это же 9 уровень Но да ладно Вот короче У фазы есть возможность танковать со своей бронированной башней И башня более бронированная чем Она бронирована например у того же самого 777 которого пробивают там и в маску И слева и справа Вот этой маски и в лючки и вообще куда только угодно И поэтому у вас все же есть возможность наносить урон Тогда когда вы этого хотите А не тогда когда противник соизволит промазать Да? По вам и после того как он лишится права первого выстрела Вы будете настреливать урон по нему Это естественно то чего Никто не любит И то Что может Каким то образом Наложить негативные впечатления О танке Для вас Подкатываемся мы снизу Будем стараться мы 705А этого Хранять здесь Не дадим его в обиду Убиваем сразу же MXM4 54 Потому что он здесь естественно является самым опасным Для моей команды И будем стараться его каким то образом здесь Чебупелить Чтобы он Не накидывал урон Получаю я один выстрел от него в борт Откатываемся мы естественно сразу назад Будем добивать мы этого пацана на MXM4 54 Ну и откатываемся естественно мы бортины здесь От ВЗшки Убивая 53 ТП Помогаем своим союзникам Это самое приоритетное Потому что если мы не поможем союзникам То возможно У них будут большущие проблемы Они кого-то долго будут Не пробивать Или пробивать Но редко И надо будет Кстати говоря Сейчас вот по этому аудису еще дать Плюханец Здесь Не знаю попал я или нет Возможно нет Возможно да Но Это как повелит судьба Прокатываемся вперед 705А мы задефили MXM4 54 Сыграл как то Весьма странно здесь Противников Ну и я думаю Надо прям подпушивать Куда то агрессивно Ааа Вот это вот прикольно А куда он меня Ааа Он меня понял Он меня в верхний лист пробил Ничего себе конечно Каков Плохиш Ладно давайте тогда проедем сбоку Не будем особо наглеть здесь Под птехами кататься Все же у них хорошая скорострельность Не это не есть гуд Когда Ты вот в тупую летишь И получаешь выстрелы в лицо Попробую здесь подняться Не хочу там Ездить по Барханам Хотя По всей видимости Лучше было проехать По Барханам Потому что вся моя команда Едет вперед Жмет кнопочку W А я здесь Ничего не делаю Потому что получил выстрел Испугался И начинаю откатываться назад А вот Айнур 1900 хп Ничего не боится Поэтому он едет вперед И поэтому Крайсера КГФ Расстреливают они Айнура Это жизнь Так Пробиваем мы здесь Конвея Кстати говоря Заметьте Я ББшки заряжаю Потому что ББшки Здесь хоть тоже Очень сильные Блин Ну первый бой Прям какой-то Очень быстрый Супер турбач От команды противников АМХ М4 Вообще непонятно Что это сделало Для меня Конечно же Глупость Прям полную И не получилось Его нормально Раздамажить Здесь шарфутер Еще неизвестно Где У противников стоит Забираем мы А и шарфутер Вот засветился В квадрате С1 Д1 Но я его Наверное Уже не успею Прострелить Ну урон Весь Честно говоря Потерял Из-за того Что вот Катался там По заснеженным Этим барханам Ничего не получилось Сделать Но да ладно Обидно Ладно Досадно Так Это был первый бой У нас Давайте во второй Моя задача Сейчас Для вас Не Продемонстрировать Какой-то Невероятный Уровень Скиллованной Игры Да То есть Моя задача Вам показать Вообще Что будет Если вы будете Играть стандартно На этом танке То есть Эта машина Супер Как я уже сказал Сбалансирована То есть Вот 3-400 урона Я накидал То есть Это Это просто Хороший урон В рамках этого боя Да Учитывая Скорость боя То как Упарывались Там противники Союзники Все здесь Отлично В минус Я вошел Разве что На 20 тысяч Но я использовал Голдовую Аптечку Допаек Ну и Естественно Стрелял Голдой Вот 10 шотов Дал 10 шотов Пробил Вот Я думаю Если бы я Играл на Объект 705А И записывал Для вас Этот видос На 1500 урона Это было бы Куда более странно Чем на танки 9 уровня Ну давайте Отправляемся На вторую Уже в этот раз Заснеженную карту Это карта Эрленберг Играем мы здесь В этот раз Уже в полном топе То есть Из танков 9 уровня 6 машин 9 Все остальные Машины 8 И здесь я по идее Должен доминировать Прям очень сильно Учитывая то Что у меня здесь Стоит турбонагнетатель Я должен успеть Стреляться По фазе Которая например Поедет Ну либо в квадрат Д6 Тогда я по ней Не отстреляюсь Либо например В квадрат Е4 Е5 Касательно Того Как вообще Играть на AE Phase 1 В позиционке Не старайтесь Танковать От Бортины На этом танке Потому что Есть очень много Всяких изъян От которых Вы не будете Застрахованы И в первое время Вы не поймете Как правильно Танковать от Бортины То есть Бортина У нас стандартная Да то есть Мы на Внутреннюю часть Либо лево Либо правого катка Наводим Свою башню И таким образом Танкуем Для того чтобы Не подставлять Свой нижний бронелист И плюс еще Дополнительно К этому Ко всем Нифига себе Пацан пьяный Врезался По всей видимости Новый год Скоро будет Отмечать И соответственно Начинаем Вытанковывать Главное что Здесь нужно делать Это не дать Противнику Выцелить Ваши слабые зоны Поэтому постоянно Двигайтесь Останавливайтесь Только во время Вашего выстрела Все остальное Обязательно мужики двигаться То есть Дали выстрелы Откатились назад Дали выстрелы Откатились назад Только так Никак иначе Если будете делать Что-то иначе То будет Скорее всего Не такой эффект Как вы ожидаете То есть Нужно обязательно Кататься вперед-назад Дали шот Вперед-назад Дали шот Вперед-назад Вперед-назад Дали шот Так Он кстати говоря Своими пушками Закрывает Личок Ничего себе Там парень Скиллованный Походу играет Не пробиваю я этого ИС-2-2 А вот Майк Шинода пробиваю Слушай, ничего себе Линкен Парк тут вспомнил Ну и я думаю, учитывая то, как разворачивается данный бой Очень много танков находится на флангах Я поеду драться против ВЗ-191-4 Буду заряжать, естественно, бронебойные снаряды в приоритете, да? Для того, чтобы вам продемонстрировать то, как тот танк на ББХ играет А потом уже, если не смогу пробивать ББшками, буду перезаряжаться на голду Так, отлично, этого ВЗ мы танканули Попробуем сейчас мы ему выдать выстрел ВЛС, спокойно, но выдаем ему шот Ну, я могу, конечно, взять чуть правее, левее и так далее Но что-то мне вот как-то не хочется сейчас продраться против него здесь А, он, кстати, откадешился Можно выезжать, давать выстрел Выдаем еще один выстрел Уже пол-ХП остается, этот пацан на ВЗ-шке Можно попробовать А, у него стак А, и все, я понял, какая у него пушка У него пушка на 390 Кумулятива Можно попробовать, знаете, даже вот так вот выйти Не, ну, я, наверное, все же буду слишком агрессивно так выезжать Это не есть хорошо Просто я боюсь, что он меня пробьет Возможно, дать ему возможность пробить Это будет даже хорошо В коем-то роде Ладно, выдаем ему снаряд Давайте не будем здесь сильно тупить Проедем дальше Танкану еще один выстрел Почему бы и нет Выдаем еще один И будем продамаживать этого кунзу панзера Я просто не хочу здесь, на самом деле, ребят, долго стоять Против этого пацана стараться вытанковывать Ждать его разводить на выстрел Это далеко не самая Приятная затея Перезаряжаемся на кумулятив мы здесь Для того, чтобы пробить в борт Эту фазу И смотрите, здесь вот есть зелененький, горит Если попаду, будет как бы классно Не попаду, будет Ничего страшного Там пацан стоит, ничего не делает Вот горит зелененьким Если в это зелененькое попасть То я уверен, я пробью его То главное попасть в это зелененькое Так, этого молодому человеку выдали Ну и начинаем танковать от Бортины Бортина у нас неплохая Поэтому, в принципе Блин, как бы тебя пробить тут Так, отлично Шкода 56 Кдшится Выдали в нее выстрел И теперь, я думаю, можно подпушивать этого Эмиля первого Колянчика UA Выдаем шот на ходу Блин, ну, кстати, я его вот под башню не пробиваю Я, походу, сам не знаю Даже, куда он пробивается Так Все же, походу, борт у него неплохой Слушай, а он не пробивается Под башню, хотя горит зеленым Я не понимаю даже как-то так Я не понимаю Горит зеленым Я туда точно идеально стреляю Но не пробиваю Это забавно Так, отлично Ставим мы его на каток Сейчас, давай еще раз попробуем Вот, смотри, горит зеленым Я не понимаю, почему он туда А, нет, пробивается Может, я просто не попадал В нужную точку Именно в ту нужную точку Которую надо, я не попадал Такое бывает World of Tanks, наша игра Shit happens Блин, не попал Обидно Гвардеец там стоит Епись где-то еще тусит Наверное, поеду вперед Надо будет пытаться продумажить этого гвардеца 3300 урона дал Опять же, урон далеко не самый фантастический Играл вроде нормально Настреливал урон вроде нормально Но это стабильные такие вот 3500-4000 урона за бой Ничего сверхъестественного нет Как я уже сказал Это стабильный танк без изъянов Стабильно натанковывает Настреливает урон Все у него именно Вот что стабильно То есть ничего Сверхъестественного нет Если вы хотите просто четко играть Приятненько на каком-нибудь танчике Я думаю Фаза это как раз таки Тачка Именно для вас Блин, я не вижу гвардейца Не вижу Епися Сейчас Епися, походу, еще шо отдаст мне Никого не вижу здесь Че-то прокатился Оттуда и сюда От Епися получил два А, там гвардеец сверху стоял И не светился Прикинь, какая крыса На гвардейца Добираем 11 хп Вот те на... Ну Епися у него здесь, в углу Не буду я, наверное, ехать пока на него Там еще LHMTV этот стоит Ля, какая крыса на Епися Стоит, сидит, пердит там Забираем А, даже не я это сделал Кунзу Панзер А, меня, возможно, вот этот LHMTV Подсвечивал даже Да, я не могу его добрать Ну вот так заканчивается, ребята, у нас Следующий бой Кстати, касательно скорости полета снарядов Здесь ББшка и кумулятив Летят с одинаковой скоростью То есть летят они со скоростью 1067 метров в секунду Это вполне себе неплохой показатель Но далеко не самый лучший То есть у концепта подкалибер летит покруче Я бы даже так сказал Вот, 3300 Ну и я думаю, поехали, ребята, завершающий бой Покажу Опять же Ничего сверхъестественного То есть для того, чтобы настрелять нормальное количество урона Нужно просто, чтобы противники под вас Подставлялись и вы дрались в позиционке То есть не было бы у меня там Какого-нибудь турбонагнетателя Да Это не значит, что я бы Играл как-то более агрессивно Хотел бы в большие размены Или еще что-то бы там делал Я бы, скорее всего, точно так же бы играл Просто тут все зависит от того Как вам повезет То есть сейчас вот у меня было два боя На 3300 И следующий бой у меня будет там На 5000 И получится средуха у меня как раз-таки За все эти бои там 4000 плюс Оно чаще всего-то, ребята, так и бывает Главное, что вы меньше, чем в 3000 урона В боях обычно не выходите Только если вас кто-нибудь зарашит или запушит Третий бой, последний Попадаем мы на карту Затерянный город Играем мы здесь В топе списка Все точно так же Блин, шарф и тюр Надо было именно тебе передо мной уснуть Ладно, поехали Куда будем ехать? Ну, очевидно, я думаю, в город Только главное выбрать позицию Учитывая то, что нету ЛТшек И некому будет, скорее всего, просвечивать Разные направления Там либо левый, либо правый фланг Хотя у меня слева вроде бы ребята едут То я, скорее всего, буду стоять агрессивно под насыпью И драться именно там Ну что ж ты делаешь? Взял меня Подпер Развернул Какой-то странный молодой человек О! Хорошо СТшечки откидали Пойдет, пойдет Т-тридцатка умерла, скорее всего, здесь уже Давай я здесь буду драться Ох, я не понимаю, что хочет этот 777 Ну, давай ему кинем приглашение в взвод Я не понимаю, что он хочет Я не... Зачем ты это делаешь, бро? Дай видос записать Странный молодой человек Что ты хочешь? Ты неадекватный? Че ты хочешь? Сиди, играй Надо сейчас попробовать этого пацана на... Взэхе пробить Влечо, кстати говоря, я его не прошиваю почему-то Да, он мне пытается влюбшить Но я-то ничего сделать особо не могу И со шестого бы забрать Было бы, конечно, круто Нам здесь Но этот ИС-6 почему-то не подставляется Шире выезжать, я думаю, нет смысла Потому что там стоит борщ Ох, тяжело с такими союзниками Им что-то не понравилось Что-то в голову в брело И они ничего не делают Еле просто я там АФК Т-30, ух, как выходит Ой-ой-ой-ой Не пробил Ну, кстати говоря, я думаю, надо убивать его Потому что он один там А, смотрите, в спине шарфутюры едут Агрессивно Можно будет их, я думаю, продамажить Но шарфутюры что-то не подставляются Блин, ну это плохо Нам нужно, чтобы вот этот вот парень Он каким-то образом сейчас Выехал от в АТН и ШВЗ и убил А, кстати говоря, фаза сейчас Очень агрессивно выезжает И ее можно будет, я думаю, пинать здесь С разных сторон Выдали по фазе И там шарфутюры уже на кемпе стоят Нам надо, чтобы борщик просвечивал Потому что у него есть возможность их светить А у меня нет возможности по ним стрелять пока Вообще можно в 257 выйти Агрессивно Или все же постоять, попробовать Поцелить этих шарфутюров Потому что у меня мой шарфутюр уже подкатывает И по идее я даже могу их Пораздамаживать Просто все зависит от того Как будет играть мой союзник Но, наверное, лучше все же будет выпушить 257 Потому что он не пекает Так, хорошо Его мы танканули Пацан, ясно Не знаю, зачем он туда упал Но у него что-то Беды с башкой, походу Так, а 257 у нас, я так понимаю, стоковый Откатывается он назад Да, и сейчас в 777 Этим мы вместе будем пинать 257 Попробуем забрать Ну и он от борща, конечно, получают очень много в лицо Попробуем сейчас забрать Хорошо, забираем Ягдтигр у нас в спине Надо пытаться, я думаю, борща здесь поубивать В первую очередь Да, господи, да Как же ты надоел мне Постоянно со мной Что-то трется, что-то делает здесь Как же с ним тяжело-то Играть вместе с этим союзником Я думаю, надо переехать Отсюда И попробовать спину позакрывать Потому что здесь уже непонятно Как нам правильно разыгрывать Ага Там борщ где-то тусит Да, борщ до сих пор стоит в кемпе И до сих пор нас поливает Просто глобальная проблема заключается в том Что этого борща никто не светит Да и никто, походу, светить его и не может Это тоже проблема 263-го попробую забрать Блин, попадание Надо было немножко подсвестись еще Сильнее Хотя у меня была, походу, полная сводка Да, забираем мы его И давайте спину контролить Этот шарфутюра уже приехал Каток Может альфа не пройдет Да, альфа не прошла, повезло Забираем И попробуем прожать 54 еще дать шот Да Ну, выдал максимум столько, сколько мог 5000 рона здесь Но это 777 Это, конечно, просто потрясающий союзник Я прям в шоке, на самом деле, от него Че он делал все это время Че он там пинался, бодался Ладно, у него были какие-то свои мотивы на этот счет Ну, и так заканчивается, ребята, у нас последний бой Настрелял я здесь 5152 урона Как я уже сказал, все у нас здесь стабильно 4000 средний урон я вышел И танк просто стабильно хороший Без каких-либо изъят Вот Не играйте, ребята, как вот этот 777 Не будьте 48% С вами был Ниар Ю Пишите, что вы думаете о AE Phase 1 Нравится ли вам этот танк или нет И что вы выберете за боевой пропуск Всем хорошего дня Удачи и do damage Пока-пока